Ребята, подождите, у нас зашла тема про секс в машине. Ну что, Серый, расскажи о случае. Какой? Ну, едите вы с друзьями в машине. Понятия не имею. Ты ернешь его головой? А, ну, прежде не так. Его головой. Его головой. Порубил. Ернешь его головой, порубил. Ну, Серый, ну, рассказывай. Как вы с друзьями занимались сексом в машине? А с какими? Ну, не зашла, что-то что-то. Сдуться. Ну, давай, это как будто бы анекдот. Не хочу. Сдуться? Я не буду такое рассказывать. Ну, а что там было-то? Что было? У тебя что-то не было? У меня было. Ну, вот. У меня одинаковый. У вас завезут, друзья. У меня просто раз, я думал, где девушка пропала. А, ну, Рон, вроде как минет делает. Я смотрю, она не мне минет делает, а ручки этой коробки. Коробки передач. А в этом момент Митя пытается обрубиться. Да. Ну, нет. На самом деле, у всех были такие моменты в жизни, когда в колонках поет Лазарев. Что там? У нас Билан пел. Моя любовь, это так красиво. Спасибо. Тра-та-та-та. И ты сидишь, словишь, на звездах. А, что на тебе звезды? Что я пизжу, красавец, где-то звезд. Там смог. Да, последний этап, в Москву переехала. Нет, Бед, я скажу, ты такой сидишь, ты сидишь такой, смотришь на подолок в камбриухе. Давай рассказывай историю. Не буду. Чего ты такие фитняшные стали, друг? Ну, что ты сирый? А нифига в ней. Опять допьются, опять глаза ровно встали. Что ты знаешь? Пал, давай, давай. Давай расскажем вам самую свою грязную сексуальную историю. Бля, давай. Давай. Такого брома, что у вас-то эта история в Турции была самая грязная сексуальная. Я теперь понял, почему-то я посрался. Не, не, Нитя, Нитя, давайте. А почему ты не смог? Давайте реально по частоку самую грязную свою историю из жизни, Палыч. Ну, почему Палыч? Давайте, я просто расскажу вам. Конечно. Мне уже совсем интересное стало. Сейчас, подожди, вспомню. Сексуальная или просто самогрязная? Нет, сексуальная. Твои грязные всем известны. Нет, сексуальная, это что значит? А это может быть после секса, когда случилось? Самая грязная сексуальная история. Нет, именно секс. Которая связана с сексом. Ну, вот с сексом, давайте я расскажу. У меня получается, что я играл в братский хоккей. И мы выиграли, списали чемпионами России. Я снял девушку. Мы отмечали в этом, в ресторане. Ну, в баре-ресторане, это наша победа. Я снял девушку. И потом, ну, поехали к ней, там, шпехались. И я на утро проснулся, уехал в профилакторию, где мы жили. Она попала мужчина? Нет, и она пропала. Ну, не звонить, ничего. Я думал, неужели так плохо сексом позанимался, или что? Через месяц приезжают ее подружки, там, с другим парнем, ну, с нашей команды. Ее подружки приезжают и говорят, слушайте, а что это там? Девчонка-то мне не звонит-то. Они говорят, а ты что, не помнишь, что было? Я говорю, нет, а что было? Они говорят, ну, ты же, вы, говорит, приехали пьяные домой, пошпехались. И потом, ну, легли спать. И она, говорит, просыпается ночью, говорит, потому что, говорит, слышит шум на кухне. Заходит, говорит, на кухню. А там, говорит, ты стоишь, говорит, вот так вот. Свидетай. Она, говорит, заходит, включает свет, а там, говорит, ты вот так стоишь, говорит, дверь холодильника открыта. Сходишь холодильник? Митя, 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 Палыч такой сейчас говорит, это самая грязная инстария. Короче, я наставил ей в холодильник, и поэтому она мне не звонила. Ну, я просто пьяный. Это я, нет, а я лунатил, я этого не помню, я лунатил. Да, Митя, все себя так делают, что за хуйня, по ночам, когда-нибудь... А вы что думали, что я вам расскажу самую грязную инстарию? Это я так с разминочки начал. Ну, я-то, видишь, у меня много грязных историй, поэтому я не знаю даже, что рассказать-то такого. Ну, ты пока подумай. Что можно рассказывать, что видно по вкусу. Ну, давай, давай. Давай, давай, выпей перед тем, как рассказать. Ну, давай, конечно. А Серенька там уже, это вот у Сереньки больше всех историй. Тогда просто мой и Серенька поехали в Турцию, и... И у меня случился запор, попросил Сереньку помочь. Я просто однажды пьяный, пьяный, всю ночь попили с девчонками. Хотели знакомиться, по-соярски, мне было 18-го, что-то такое. И жвачка имеет такое свойство, когда, если ты бухаешь, раз жвачку, она в такой-то какой-то хрень превращается, да? Да-да-да. И я полезно, а мы все уже, она привела меня домой, да, она, например, привела к себе домой, и будет начать такие дико, а я такой был хот-дой весь, красивый весь такой, это... Мы начали дико целоваться, короче. Жвачка же? И я, да-да, и, короче, она вся в этой жвачке, и я, короче, это, и, ну, там реально, это было настолько мерзкое, если их спутали. И я понимаю, что она вся в жвачке, а вот это все выхищать очень сложно, короче. И это было так, фу, блин, я стерили... А там, там у нее тоже все в жвачке было? Это было до этого. И в-за этого жвачку и разъела! Она еще не поняла просто, потому что, ну, а здесь уже все. А там она в волосах у нее запуталась. Нет, у девочки была хорошая. Ну, это, да, вот реально все. Подожди, это типа история, типа у тебя грязная, блядь, история какая-то или еще? Ну, а что, у девочки лицо уже грязное. Ты знаешь, когда я себя чувствую? Она была тоже в ко мне все пьяная, я думаю, что... Я сказал, ой, я побежал, она даже ничего не поняла. То есть ты с вонючим ртом полез целоваться? А, я специально жвачку съел. Которая разварилась. Да, она разварилась. Я думал, пришел к ней. Все, понятно, давай, Серега. Что, Серега, давай ты? Давай я, окей. Мы с Митей, короче, жили, с Митинами родителями жили. Ну, я думал, надо хоть про кого-нибудь другого расскажут. Что, сразу про Митю? Она, ну, про меня. Про носок, что ли? Да. Ну, а почему ты про меня историю расскажешь, а не про себя, блин? Я эту историю знаю, блин. Давайте, честно, блин, давай до Митей что-то расскажи. Это моя история, что-то грязная. Ну, что мы шпехались, короче, без гондонов, я вкратце расскажу. И я, ну, вытаскивал вовремя. А чтоб вытаскивать, когда на кровати, там, в душ же не побежишь, там, к родителям. Короче, я брал носок Интерспорт белый. Новый, новый. И в него, да, новую. Кончал его и выкидывал в окно этот носок. Ты не качал воды и выкидывал. А это было лето. И потом, когда наступила осень и зима, когда листва облетело, этот носок так и снял. Там не один. Там не один. Там, короче, как гирлянда на ёлке этих носков. А оказалось, носок отца Танинова. Такого Танинова, мы у меня жили дома. Да. Мой водца. А было бы казачьим у моего водца. Ну, давай, давай, давай. Грязную историю про себя. Что такое меня-то? Когда мы в подъезде кое-что сделаем. Вот, вот это грязное. Короче, мы жили на последнем этаже. И однажды... Кто вы? Мы с Митей. Мы жили на последнем этаже дома. Этаж 9, а мы живем на 10. И мы идем пешком. То есть лифт до 9 доезжает? Да. И ты знаешь, я, короче, была такая в чулках. И решила так. Конечно, знаю. Это вторая грязная история. О, даже нет. Мы с тобой это не были. Это за это. Вот. И я была, короче, такая в чулках. И такая, думаю, сейчас буду играть в сексуку. Ну, такая, иду по лестнице. Сдираю юбочку. И мы такая. Митя такой, а ты что делаешь? Такая, ничего. Все. И мы, короче, делаем эти дела свои. На лестнице клетки. На лестнице клетки. Там просто слышим, там какой-то, блин, типа, ключи там у кого-то забринчали. Мы остановились, подождали, пока люди зайдут домой. И продолжили всю эту хуйню. И каждый раз, когда мы проходили мимо этого места, Митя говорит, а ты помнишь, что мы делали? Я говорю, нет, этого не было. Никогда вообще. Забудь просто. Вычеркни это с глаз. Это все? Нет, две поправки, короче. Во-первых, это были не ключи, а у чувака просто связка в руке была. И он там, да? Нет. Потому что смотрел. Вопрос второй. Был ли это Митя? Митя как раз там ключами принчал. И кайфон проходил в него. Грязно, я еще сломила, короче, я эту хуйню. Кстати, в ходу сплава. Мы сплавляем. И Митя такой, подожди. Я даже рассказывать не хочу. Подожди. Митя такой говорит, Таня, смотри, давай успокоимся. У нас пятница, суббота и воскресенье, три дня. Мы там не можем мыться. И мы там сексом не занимаемся. Нет, мы не занимаемся. Встаем в субботу утром в палатке. И куча такая влажных салфеток. Это был чистый секс. Потому что был бы грязный, если бы не было салфеток. А салфетки были грязные. После степы, блядь. Мы такие были типа, мы не занимаемся, нет, мы же будем. Нет, 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 нет. Утром мы такие встаем, блядь. Это была первая или вторая? Вот именно что первая. Мы договорились, что мы не занимаемся. И потом мы ехали грязные с другой. Ну мы обтирались. Давай, Серый, самую грязную. Давай. Нет, я такую не могу. Ну почему? Ну все, не мешай. Все, Серый, давай. Не могу, блядь. Ну давай от второго лица. Типа, это, ну там. Как будто бы, да. Я третий. Да, мой брат. Мой знакомый. Барис. Он зашел в комнату. А дали же молодые красоты. Ну, Серый, ну давай, ну что ты время тянешь? Пленка сейчас кончится. Пусть кончается. Ну давай, говори. Блядь, не хочу нафер. Ну что ты гонишься, Серый? Я не гоню. Что, нет, ты бутылку вина уже выжила? Давай, можно? Не, нельзя. Ну что ты, Серый? Я на говну. Ну не надо рассказать, как тебя шпехали. Расскажи, как ты кого не грязно нашел. Так, это что это значит? Что за дела, блин? Что за дела, блин? Что за дела? Палыш такой, о чем можно было такие истории рассказывать? Вот это точно грязное, да? Блядь, не знаю, мне в голову все такое хрень, блядь. Я тебе это лучше вообще не рассказывать. Да ну тихо, кажется. Давай мы скажем, если потом скажем, что это вырезать, Дэн это вырежет просто и все. Ага. Вырежем Дэн это, ага. Мы обсудим это и... Не, нифига, блин. Я это обречу сегодня и все. Нет, там была история, допустим, у меня клиентка рассказывает. Типа, да, например, там грязные истории. Клиентка рассказывает, я познакомилась с мужчиной. С митей. Нет, клиентка. Там реально была другая история. И он, типа, говорит, наступает час икс, надо уже там с ним там шпиливили. Она такая, окей, там давай встречаемся. Все, давай снимаешь роскошную сауну, все. И потом начинает целоваться. И он говорит, я хочу твоей жидкости. И она говорит, а прикинь, я подумала, что маньяк, типа, кровью, сейчас, блядь, меня, ну, расшлени там, типа, жидкости. Я, говорит, я начинаю, там, забиваться в угол. И Серега тут вспоминает себя, что же это был он все-таки. И он, прикинь, она такая, начала забиваться в угол, говорит, я забиваюсь, блядь, он такой, что, типа, у тебя случилось, типа, что, почему у тебя такая реакция на мой нормальный, типа, вопросы, блядь. Она такая, в смысле нормальный вопрос, какая жидкость, типа, меня не убивай. Он такой, я просто хотела сказать, подписанный меня. Прикинь, дурень, в первое свидание, блядь, в первый секс, блядь. Я не понял, я забрала сумку, говорит, убежала. А что бред тебе, у тебя хуже было? Нет, у него грязная история, Серега говорит, а там реально грязная история. Видимо, с кукурузинками, нахую, и с этими, со шкурками от помидоров. Я буду говорить, вы ебались в первый раз, а ты сделала, обослала. Это история, Сергей? Вот, приблизительно. Вот, ну рассказывай, зачем ты в жопу ты ебал? Без подготовки, надо же готовиться. Блядь, пиздец, блядь. Ну, Сер, ну, мы все расколи грязные шкури. По странамус, блядь. Ну? Не буду, блядь. Ну и что, она живая? Как давно это было? Ты шлепала ее по спине? Ни хрена себе, у него там, ты, говорит, шлепала ее по спине, блядь. Это как-то... Не, а что, мне кто-то рассказывал, пацан, что, говорит, раком бабу, когда ебует, у меня, говорит, бзик, говорит, есть, говорит. Я, когда кончаю, говорит, вот так вот и... По спине! А! 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 Ну, Сер, ну, давай, ну, давай какую-нибудь поменее грязную историю. Ну, не хочу, блядь. Ну, он не рассказывает грязную. Ну, так и не хочешь, чтобы, блядь. Я не знаю, ничего он такое в голову не перестал. Ну, почему... А то, что вспомнил, блядь, такое рассказывать не надо. А что ты все наши истории, главное, послушал, блядь? Слышали. А что у вас такое было-то? Что? Я насал холодильник девушке, блядь. Ну, вот и замечательно. В носок кончал, блядь. Ну, вот и замечательно. И что тут такого? Короче, он другой компанией, будет наши истории выдавать за свои. Ну. Ничего я не буду выдавать. У Палыча он там... Я обделал девочку... Вот, вот и то интересное. Швачкой, блядь. Вот ты все. Я обделал, блядь, я не только одежду, но что и Риксос обделал вообще-то. Ну, что, Серый? Короче, выебал бабу, а она постралась. Рулет вылет. Ну, ладно, хорошо так. Если хорошо, он сказал же, что я Настрадамус. Настрадамус, блядь. Настрадамус. Я за него рассказал эту историю, это правда. И видео вам написали. Короче, ну, видите, нам можно шоу делать. Это типа... Типа прожектор Форис Килтон. Да, да, да. Только Серый, он больше звать, не будем. Все, у него там все только пострались и все. Причем, самое смешное, если есть еще и какой-то опыт жизненный, поэтому... Ну. Потому что нет. Смотрите, как Серега нам молча рассказал историю. Мы знаем, что... Что у него... Мы все надумали. Итак, этот, финал нашей программы. Самая грязная история от Сергея. Сергей победитель в номинации «Грязные сексуальные истории». Браво, Сергей! Она реально грязная и вонючая твоя история. Что там хоть было? Ты когда говоришь, типа, что случилось? Типа, спала. Чем она обедала? Он молчит. Я не могу про это сказать. И всем стало вдруг... Сказала просто, обосрался. Всем вообще... Да не он обосрался-то! Сергей победитель в нашем конкурсе. Ну а что, у тебя самая грязная и вонючая история? Да, да, да. Ты только единственное меню не рассказал, что он наел... Да, Витчет! Витя, почему у тебя грязная история, сразу же вонючая? Кукуруза? Ну, блядь, потому что она обосралась, вонючая история. Ну, может быть, он? Нет, надо было сразу как-то, типа, прям... Прям... Прям...